Тема сегодняшней лекции – технологии творчества. Мы сегодня постараемся кратко изложить основные инструменты, которые помогают создавать новые идеи, которые помогают вести творческий процесс в сфере коммуникации, в сфере медиа. Ключевая проблема заключается в том, что считать творчеством в медиа. Поскольку в медиа ты обязан каждый день создавать что-то новое, каждый день придумывать, генерить новые идеи, то в принципе это становится твоим ремеслом или это все еще пока творчество. То есть, смотрите, если мы создаем, например, картину, мы великие художники, мы творим, но мы считаем, что мы творим. А если мы каждый день, например, создаем новости, это творчество или действие по шаблону? Это я реализую себя как творческого человека или просто как специалисты, которые умеют вот таким вот образом составлять слова. В то же самое время, например, в сфере рекламы нам приходится каждый день работать с созданием слоганов, с созданием плакатов, придумывать какие-то ивенты. И когда это становится уже на поток, вопрос к самому себе все равно остается. Я все-таки пока еще творец, или я уже становлюсь ремесленником, который делает одно и то же. На самом деле здесь, конечно же, однозначного ответа нет. Но смело можно утверждать следующее, что, по сути дела, в творчество, в медиа ни в коем случае не должно быть зависеть ни от вашего вдохновения, ни от того, какое время суток у вас за окном, ведь все поэты, как известно, творят по ночам. И ты должен быть настроен на творчество фактически ежедневно. Итак, какие ключевые условия у творчества у нас должны быть, собственно говоря, если мы говорим про медиа? Все начинается с правильной постановки задачи. Все начинается с правильного брифа. Бриф — это краткое техническое задание, которое дает заказчик, и команда или креативное агентство, или редакция начинают его реализовывать. В интернете можно найти несколько видов разных креативных брифов, которые подходят под ту или иную задачу. Ну, например, самый простой, самый понятный бриф — это, например, формирование брифа под подготовку фирменного стиля, когда прописывается все, начиная от того, даже не то, что из себя сам бренд представляет, или само мероприятие, которое нам надо сделать в качестве фирменного стиля, а прописывается даже то, как сам заказчик ощущает этот фестиваль, например, или этот продукт. То есть что вы хотите, чтобы чувствовал ваш потенциальный, например, потребитель или участник этого мероприятия. Чем точнее будет составлен бриф, тем проще потом уже работать в креативной команде. Здесь есть несколько таких вот нюансов. Чаще всего брифы поступают, ну, скажем так, уже в готовом виде. То есть иногда есть готовая форма на сайте креативного агентства, если мы говорим про сферу рекламы, например. И сама креативная команда не всегда может задать клиенту нужные вопросы. Поэтому, в принципе, здесь на стадии проработки брифа хорошо было бы обеспечить все-таки некую связь обратную между самим исполнителем, то есть самой креативной группой, и непосредственно заказчиком. Прямую связь, чтобы можно было какие-то вопросы уточнить. Если мы говорим, например, про бриф в сфере журналистики, то в качестве примера можно привести, допустим, бриф на подготовку и съемку фильма. Когда можно сказать, что это сценарий, но, в принципе, это своеобразная сценарная заявка, где будет прописано все, начиная от того, какое оборудование необходимо, что ты хочешь передать, собственно говоря, своим, например, фильмам, где будет позиция съемок, потому что от этого мы уже начинаем дальше, собственно говоря, творить. И ничего так не пугает мир, как всем известный, плохо составленный бриф. Убедительная просьба. Если вдруг когда-нибудь вы будете работать в сфере коммуникации, пожалуйста, вот этот первый аналитический этап, который предшествует любому креативу, проведите качественно. Что признаки плохого брифа? Заказчик просто сказал, сделайте мне так же, как было у тех людей. Не пойдет. Такой бриф не сработает. Или заказчик приносит тебе уже готовый продукт и говорит, зачем мне ваш бриф? Вот есть плакат, который у нас уже был. Давайте вы здесь просто поменяете, ну, например, шрифты. Не работает. Если мы говорим именно про разработку нормального креативного продукта, то хороший бриф – это… То есть заказчик может нам принести пример. Мол, да, мы видели, нам вот эти элементы понравились, но ни в коем случае заказчик не должен приносить вам уже что-то такое, на что вы потом, надо будет обязательно равняться, да. Или в качестве плохого технического задания, да, потому что бриф – это техническое задание, когда вам просто говорят, а у вас сегодня съемки в городе? Где? Какой хотя бы город-то обозначьте? Сегодня мы с вами можем снимать, в принципе, в любой локации, и какую атмосферу вы хотите создать. Вам необходима атмосфера старого города с брусчаткой, или вам необходима атмосфера города современного, хай-тек, где, как, да. Поэтому первый этап, этап аналитический перед каждым креативом, это правильно составленное техническое задание на креатив. И, собственно говоря, теперь попробуем рассмотреть несколько ключевых технологий творчества, с которыми, в принципе, если вы освоитесь, вы можете уже, ну, скажем так, претендовать на некое звание творца или креативщика. Второй этап, который нам необходимо пройти, когда мы уже подготовили бриф после аналитического, это, собственно говоря, нужно определиться с командой. Дело все в том, что в сфере коммуникации, когда мы говорим про креатив, люди все приходят в сферу творчества очень такие, как будто бы тонко чувствующие натуры, каждый жуткий индивидуалист и очень тяжело работает в команде. Поэтому от грамотно подобранной команды зависит, собственно говоря, результат. На каких-то этапах, если мы говорим про, допустим, креативное агентство, то в креативном агентстве есть креативные группы. Чаще всего они могут состоять, например, и с копирайтера, и дизайнера. Один отвечает за концепцию, второй отвечает за визуализацию. И уже у них есть групп хед, который ими руководит, который дальше уже рассказывает, собственно говоря, руководителю, например, агентства, что и как будет, допустим, предъявлено сейчас заказчику. Может быть такой вариант команды. Может быть, когда собирается несколько людей, ознакомленных с какой-то проблемой, и начинают работать, но при этом у каждого из этих людей есть своя специализация. Есть разные техники подбора команды. Сейчас мы не про это. Я просто хочу заострить ваше внимание, что, конечно же, какая команда, это, собственно говоря, бриф — это процентов 30, какая команда — это процентов 50, и вот оставшиеся 20 процентов мы фактически с вами только отдадим на сам креатив. Значит, какие здесь могут быть нюансы? Если, например, ваша задачка — просто придумать идею и визуализацию вы можете, например, поставить на аутсорсинг, пожалуйста, ищите тогда дизайнера, который соответствует вашим необходимым представлениям о том, как это реализовать. Если, допустим, наоборот, вы не хотите у себя формировать постоянную команду, а у вас есть несколько людей на удаленной работе, и вы можете себе позволить их задействовать, например, и каким-то образом интегрировать процесс творчества, создания, придумывайте тогда технологию, как они будут у вас друг с другом коммуницировать. Потому что все-таки это командная работа. Креатив сегодня — это не работа одного человека, это работа команды, где от вклада каждого будет зависеть результат. Итак, первый этап — это этап аналитический, второй этап — подбор команды, ну и, собственно говоря, третий этап — это сам креатив. Поэтому сейчас мы перейдем уже непосредственно к самим креативным технологиям, которые у нас возможны. Итак, первая креативная технология, с которой знакомы практически все, это брейнсторм или мозговой штурм. Собственно говоря, технология заключается достаточно, ну так мы ее часто, не зная это название, часто применяем. Технология простая. Мы собираем некую группу людей, говорим им, а теперь вы нам рассказываете что-то интересное и просто фиксируем это. Очень часто так бывает, когда, например, вы идете в магазин и вдруг понимаете, что у вас же зарплата пришла, что же мне купить? А вы идете не один, а с командой. И тут начинает, а давай возьмем вот это, вот это, вот это, вот это. Соответственно, как строится брейнсторм? Смотрите, первый этап. Мы должны поставить с вами проблему. Что мы сегодня должны решить? Мы должны либо придумать, например, какое спецмероприятие, например, какой ивент мы хотим проводить. Тут вариантов много. Или, например, как мы это назовем? Что? Продукт, то самое мероприятие. Или, а какие, например, сюжеты мы будем делать в ближайшем месяце. То есть на первом этапе брейнсторма мы ставим проблему. Что это? Должна быть как раз вот практически тот самый бриф, но это не сам бриф, а это то, что мы уже будем подавать потом команде. Дальше, когда мы поставили проблему и у нас уже собрана команда, оптимальная численность команды для брейнсторма это порядка 5-7 человек, потому что желательно брать нечетное количество. Открытым остается вопрос, если вы хотите сами проводить брейнсторм, нужно или не нужно вам, например, здесь брать ведущего, то есть того человека, который будет все это координировать. И начинается второй этап. Второй этап это, собственно говоря, непосредственно генерация идей. Генерация идей. Что из себя представляет? Как выглядит, собственно говоря, сам брейнсторм? Итак, смотрите. Перед вами сидят 5 человек, которые получили уже на этапе постановки проблему, эту самую проблему. Дальше ваша задача в течение первых 20-30 минут, здесь будет время разниться, фиксировать все те идеи, которые вам будет эта команда высказывать. На первом этапе задачка говорить это не критично и фиксировать все именно не критично. То есть даже самые глупые идеи могут стать поводом для того, чтобы зацепившись мыслью за эти идеи, другой член команды высказал что-то даже гениальное. Фиксировать можно на доске, то есть на флипчарте, можно использовать стикеры. Задачка на первом этапе генерации идей просто зафиксировать все возможные варианты. Потом начинается, собственно говоря, уже третий этап самого мозгового штурма, когда мы отбираем из полученных идей, а вот тут смотрите, мы можем отобрать из полученных идей, например, три идеи, которые мы будем реализовывать. Что это значит? Допустим, мы собрали мозговой штурм, мы придумали три, допустим, возможные сценария ролика рекламного или три возможные концепции фильма, которые мы будем снимать, например, на нашем телеканале. Дальше мы уходим после самого мозгового штурма, уходим непосредственно на разработку этих трех сценариев. Почему я говорю, что, например, может быть три по итогу? Потому что если вы идете, например, к заказчику, а заказчик объявил тендер на то, какое креативное агентство будет делать ту или иную рекламную кампанию, то чаще всего агентство будет приносить ему не одну идею, а несколько. Поэтому оптимально здесь три. Потом уже это заказчик сам определит, что ему здесь нравится, что ему здесь не нравится. Итак, на этапе генерации идей мы просто некритично все высказываем и фиксируем. На третьем этапе мы отбираем, систематизируем и выставляем оценку. И вот здесь как раз ваше нечетное количество участников пригодится. Почему? Потому что можно очень просто сделать выбор, просто-напросто проголосовав за все идеи. Какая идея больше набрала, ту идею мы сегодня, например, и будем реализовывать. Итак, основные ошибки, которые могут быть при брейнсторме. Излишняя критичность. Очень часто, когда команда неопытная или когда неопытный ведущий, который делает мозговой штурм, который проводит его, можно так говорить, не, ну что ж ты тут такое мне высказываешь? Не, ну это вообще глупая идея. Нет, даже на этапе нейминга, например, мы хотим придумать название для того или иного мероприятия. Мы фиксируем все идеи. Почему кактус? Не знаю, мне сейчас эта ассоциация пришла. Все, значит, мы просто записываем вот эту идею. Когда мы излишне критичны, команда будет бояться предлагать нам идеи. А мы должны, наоборот, сделать так, чтобы команда не боялась это делать. Плохая подготовка к брейнсторму это плохая подготовка самого ведущего и того, кто организует это мероприятие. Когда мы не четко поставили цели и задачи, когда мы не проинформировали команду о том, что же у нас все-таки будет. Это, в принципе, может стоить мозгового штурма. Сам мозговой штурм длится, например, час, люди потратили целый час и ноль результата. И третья ошибка – это когда мы не следим за таймингом. То есть у нас либо мы обрываем работу на этапе генерации идей, а учтите, что примерно первые пять минут будут высказываться просто самые-самые банальные идеи. С десятой минуты могут пойти вообще странные идеи, которые как раз окажутся гениальными. Поэтому по большому счету тайминг, человек должен не просто понимать, сколько времени осталось, он должен понимать, сколько времени осталось у этой команды. Итак, это мозговой штурм. Дальше существует несколько вариаций мозгового штурма, которые позволяют частично избежать тех самых ошибок, которые есть у мозгового штурма. Это метод шестишляп и метод Уолт и Диснея. Собственно говоря, это формат мозгового штурма просто предлагает, например, метод шестишляп, они все по цветам, синяя, желтая, зеленая, белая, красная предлагают человеку как будто бы примерить на себя шляпу и вместе с этой шляпой примерить роль. Роль кого? Роль того, кто, например, работает только с фактами. Значит, задача этого человека отработать факты, и это белая шляпа. Или, например, синяя шляпа роль начальника, соответственно, наша задачка тогда обобщить все, что сейчас было получено. Или красная шляпа отвечает за эмоции. В чем плюс этого конкретного метода? В том, что мы, принимая на себя роль, как бы избегаем тех ошибок, которые у нас могли бы быть. Метод Уолт и Диснея, он очень похож на метод шестишляп. Мы примеряем на себя всего-навсего четыре роли. Роль критика, реалиста, мечтателя и наблюдателя. И, примеряя эти роли, мы, опять же, стараемся оценить продукт, идею, что-то предложить. При этом Уолт Дисней также по этому методу оформлял определенным образом помещение. То есть иногда на творчество, правда, нужно настроиться. Хотя мы говорили, что вы независимы от вдохновения, но на творчество тоже нужно настроиться. Поэтому, если вы хотите создать уголок мечтателя, вот придете в креативное агентство, в некоторое, вы увидите, что там есть зоны, рабочие зоны на пуфиках. Ты расслабляешься, у тебя пошла фантазия. Наоборот, когда мы говорим, например, про реалисты, это что-то такое более устойчивое, более серьезное, более фундаментальное. Это все вариации брейнсторма. Удобны, если у нас команда подготовленная и команда может играть эти роли. То есть когда человек может перестраиваться и способен как-то себя изменить. Итак, метод Киплинга. Назван так по известному стихотворению Киплинга, когда есть у меня основные друзья, и это те самые вопросы. По-английски оно звучит 5W, 1H, а на самом деле, да, это ключевые вопросы, которые мы можем задать к нашей проблеме. Что, где, когда, почему произошло. То есть мы прогоняем уже поставленную перед нами задачку, например, по вопросам, что это дает мне, что это дает команде, что это дает аудитории. Когда, когда это может произойти, когда пойдут эти изменения. То есть на самом деле вопросы не в прямую, хотя в принципе при желании. Например, если у вас стоит задачка, как же отметить все-таки свой день рождения. можно составить табличку, и, собственно говоря, что у нас день рождения, когда, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Ну, почему, понятно, я тогда родилась. Кто, то есть с кем мы будем его отмечать, где мы будем его отмечать. И составляя табличку и давая ответы, мы в принципе поймем, что, наверное, день рождения отмечать не стоит, потому что негде. То есть у вас идеи, допустим, не стыкуются. То есть анализируя, прогоняя по всем вопросам ту или иную тему, у нас получится разносторонний анализ этой проблемы. В принципе, тогда нам это поможет принять какое-то решение. Итак, метод скампер практически похож на метод Киплинга и предлагает нам исследовать проблему не по ключевым шести вопросам, а по ключевым действиям. На каждую букву есть то или иное действие. Замещение, комбинирование, адаптация, модификация и так далее. Что здесь можно, как этот метод можно применять? Перед нами стоит та или иная задача. Например, у нас может стоять задачка классическая из учебника. Когда вдруг стало дорого иметь придорожное кафе, точнее кафе на набережной, потому что дорогая арендная плата помещения именно на набережной. Как бы сделать так, чтобы это кафе сохранить, но при этом снизить арендную плату? И мы начинаем пытаться что-то здесь убрать, что-то минимизировать. Идея простая. Мы переносим кафе тогда не с берега, а на воду. И у нас получается кафе на воде, и платим мы только за аренду двух столбиков, которым у нас это кафе пришвартовано. Да, здесь есть другие нюансы по стоимости, по стоимости обслуживания, собственно говоря, этого плавучего кафе. Но как вариант мы начинаем придумывать что-то, опираясь на эти вариации. Замещение, комбинирование, адаптация, модификация, предложить другое применение, сведение чего-то до минимума или изменение порядка. Можно посмотреть подробнее в интернете. Опять же, если метод скампер интересует, удобен. И третий метод, похожий на метод Киплинга и метод скампер, это метод морфологического анализа. С морфологическим анализом мы все знакомы в школе. Слово по составу разбирали. Морфологический анализ – это фактический разбор объекта по ключевым его характеристикам. Например, мы можем взять чашку и попробовать разобрать ее. Какого она цвета, какой она формы, из какого она материала. Если мы ее продаем, то как она упакована. Дальше мы можем говорить, какого она объема и так далее. На самом деле, вот эти строчки могут быть конечного количества, но когда-то может быть и 10 наименований. А дальше мы с вами просто начинаем последовательно говорить, какие цвета, раз, два, три, форма какая, материал и так далее. А дальше ваше творчество будет заключаться в том, что попробовать сочетать несочетаемое. Может ли быть чашка съедобной? Может. Может ли быть чашка из дерева? Может быть. Может ли быть чашка не с плоским дном, а, например, в виде конуса? Может. То есть морфологический анализ позволяет нам разобрать объект на те или иные свойства. Иногда это не обязательно прям прямой объект. Это может быть какое-то мероприятие. Это может быть какой-то плакат. Последовательно перебирая все его качества и характеристики, мы, пытаясь сочетать несочетаемое, выходим в конце концов на интересный продукт. Самый необычный инструмент, который есть в креативе, это метод фрирайтинга. Фрирайтинг, схема его простая. У вас есть некое ограниченное время, например, 5 минут, и чистый белый лист бумаги. Вы засекаете время, начинаете писать. Если вы не знаете, что писать, вы просто пишете. Я не знаю, что писать. Через 30 секунд ваша фраза «я не знаю, что писать» вам надоест, и у вас что-то начнет получаться. Попробуйте пописать так 5 минут. Дальше, когда вы уже освоите эту технологию, вы можете продолжать, например, задавать себе тему фрирайтинга, и тогда у вас получится, например, эссе на какую-то тему. По технологии фрирайтинга очень часто работают копирайтеры, которые, например, должны написать идею какого-то нового, новой книги, у них есть база, что там, например, это детектив, убийцы дворецкие, вперед из песни, и они дальше начинают разворачивать сюжет. Дальше. Итак, на самом деле, для того, чтобы творить, нужно задавать просто себе несколько вопросов. Вы творите можете каждый день. А что будет, если мы изменим точку зрения на сам мир? Потому что, по сути дела, креатив – это про необычный, нестандартный взгляд. Кто-то видит здесь кровать, а кто-то видит здесь батарейку. Батарейку и человек, когда спит, подзаряжается. Посмотрите, большая часть детских мультиков построена на том, а что если, например, представить себе, как живут игрушки или как будет виден мир с другой стороны. Поэтому иногда для креатива нужно просто-напросто попробовать посмотреть с другой стороны. Например, мы привыкли к тому, что собака всегда высовывает морду из автомобиля. Если в автомобиле хороший воздух, потому что там классная система кондиционирования, все собаки будут ваши. По сути дела, креатив сегодня – это сочетание чего-то такого, что вызовет, наверное, шок или вопрос у аудитории. Как такое вообще возможно? Но в то же самое время это передача другого смысла для нас. На этом плакате, который поймут все садоводы, они боятся за свои маленькие, эти вот самые зеленые насаждения. И очень хочется, чтобы все, чем я пользуюсь в саду, было так, как будто это было своими руками. То же самое беда автомобилистов. Я боюсь отдавать свою машину в сервис, потому что там же они не позаботятся. Мне так хочется, чтобы у меня была машина в ручной сборке, чтобы все мастера за ней ухаживали. Вольсваген говорит мне, приезжайте к нам на сервис. Мы будем пользоваться инструментом, но вы подумаете так, как будто мы сделали все своими руками. На самом деле иногда достаточно действительно просто поменять точку зрения и начать немножко фантазировать каждый день. Потому что, по сути дела, вот в этих плакатах сейчас нет ничего такого особенного. Здесь просто-напросто интересный ракурс съемки и игра со смыслом, что Битл — это, собственно говоря, жук, и жука мы поймали в стакан, а это на самом деле Вольсваген, жук. Эти все инструменты, которые мы рассмотрели до этого, вы можете применять к себе индивидуально и на самом деле добиться прекрасных результатов и создавать действительно гениальные плакаты, создавать гениальные идеи. Просто ваша задача — творить каждый день и создавать что-то каждый день новое. На самом деле идеи, конечно же, приходят всегда. Нужно просто правильно про них думать и не забывать записывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует...